Доброе утро, Игорь Тихонович! И самое главное, что касается нашей страны, которая направила туда военную помощь Башару Асаду. Как это расценивать и как это понимать с точки зрения Библии? У вас политический вопрос один или другой? А то, может быть, мне легче сразу на оба отвечать, какие есть. Потому что события мировые, они взаимосвязаны. Согласен, да. А, и еще тогда вопросы, которые тоже, безусловно, проистекают из этого. Это вопрос о недавних терактах в России, кто за этим стоит и как к этому относиться к православному человеку. Потому что здесь тоже мнения разделились. С одной стороны, скажем, Всеволод Чаплин, Константин Душенов, говорят, что это некая священная война христиан. Андрей Кураев говорит, что вы делаете, ни в коем случае нельзя так называть и говорить. Это вообще с этим не связано, потому что и так мы подставляем православную. Короче, вот эти вот события, которые связаны сегодня в России и на Ближнем Востоке. Сейчас в университетах, вот у нас здесь, есть даже такой факультет, политологию. Готовят политологов. Ну, есть студенты, конечно, там набирают. И почему? Бесплатно платить не надо. И туда, у кого денег нет, они все туда сваливаются, политологи. Ну, есть такие, которые близкие к верхам. И вот они как рассуждают, я смотрю, Ивашов, это генерал-полковник, депутат Государственной Думы, важные люди. И рассуждают, их нельзя провернуть, они говорят правильно. Одновременно с такой скоростью в течение 10 секунд 15 тысяч атомных ракет со седерными зарядами взлетают против России. Как выглядит расклад войны с Америкой? Я вчера это прослушал, еще посмотрел. Ну, возражать ему нельзя. Он военный эксперт. Все так. Но нигде, ни разу, ни в одном выступлении не сказал, что об этом говорит Святая Библия. И как Бог смотрит на это. А это-то самое главное. Потому что, ну, все меняется. Правильные были политологи у Гитлера. Все рассудил. Правильно поднял, бросил вызов. В Франции пало за две недели. Ну, все. И вдруг до Москвы допер. Стоп. Наши дороги и морозы. Развернуло все назад. Я сразу спрошу, вы не против, что это записывается, выставляется в интернет? Нет, я не против. Ну, хорошо. Так вот. Я не политолог. Я сразу скажу. И поэтому то, что я скажу, это будет только опираться на Святую Библию. Но если люди верующие, они поймут, что это наивысший авторитет. Я кое-где коснусь немного других религий, как у них это идет, о чем они говорят и как действуют. Все понимают о том, что угроза большая. Вот по порядку. Что у Бога мир сотворен был. Сотворен. Богом. Вот это надо сразу сказать. И все распланировано было. Вот когда, говорит, произошла на небе война. И они, когда война шла, Архангел Михаил воевал против Люцифера, Ангела Света, Херувима. 14 глава Исаии, 28 языки Иля. Я просто для краткости назвать буду места, там можно прочитать. Они победили его кровью Агнца. Какая кровь, когда в Вселенной еще человек не сотворен был. Человек. А от Адама до рождения Христа 5508 лет. А победили кровью Христа. У Бога в одном дне мы никак не можем для себя взять. Еще не было ничего, но это уже запланировано и так и будет. Вот сон. Сон этот от Бога был, когда Иосиф сидел в тюрьме. И он говорит, что в Инощерпе будет освобожден через три дня. А исследованное дело будет и найден этот коррупционер Фойман. И его повесят в Хлебодара. Ну а можно что-то изменить? А как ты изменишь-то? Это уже запланировано. А если Хлебодар покается, а он поймет, он заплатит, что своровал из казны, не получится. Или закон, который запрещает обратную силу закону делать. Или у него нечем рассчитать. Или никому и на ум не придет. Или другой там закон будет. Это будет непременно. Пока мы это не поймем, все остальные рассуждения, это, знаешь, по стеклу размазывать одно. Зачем? Вот мы смотрим, где пророка Даниила. Ему было показано, стоит на берегу, из моря выходит, там животное. Ну, животное это животное. Но это не только царь. Это целое государство означало. Вместе с персидским. Царем это Персия. Дальше показывает, за овном выходит козел. Ну, у русских-то козел, как бы, когда обзывают козел, обидно. А здесь, наоборот, похвала, что он сильный. И он с великой ярости налетел. Все это уже определенно, четко. И Пеодорит Кирский говорит, и все, что это Александр Македонский. Ну, а можно было бы, чтобы Александр Македонский не победил его? Потому что всего 30 тысяч войск было, а у того 500 тысяч нельзя. Неправильная расстановка войск, погода, пески, конницы, нет в этом месте. Это потом политологи будут исследовать. Не надо ничего исследовать. Не надо. Вот когда рассуждает Валан, сидят эти двое, и он проходит мимо. А какие доказательства? Не надо доказательств. Он был. Вот он в подбитом, идет шаркающей походкой, кавалериста этот, Пилат. И все. Это было. Почему он, сатана, знает это дело? Он есть, и не надо доказывать. Это разнаряжено, и не надо рассуждать. Будет как он. А вот разнарядку эту Господь приоткрыл. И вот мы сейчас в ней попытаемся увидеть следы сегодняшних событий на мировой арене. Я очень много слушаю про Сирию. Каждый день я трачу около двух часов на это. Все ролики до единого просмотрел. И которые там бывают, и нашел даже где там боевики, говорят. И скажу, что все подтверждает то, что написано. Я не нашел ни одного противоречия, написанного в Святой Библии. И события в Париже сейчас, во Франции-то, они прямо из этого проистекают и вписываются. На земле есть люди, которые пытаются сделать хорошо для своего народа или для своей религии. И у них целые лозунги на это. Слава Украине! Слава! Какая слава? Как она Украине слава? В чем она может быть? Надо показать хотя бы раз. Я нигде этого не увидел. Так же там блудницы, так же все ереси там собраны со всего мира. Так это к Украине относится или нет? Нет слава. Не слава, говорит, а Иехавод, бесславие. Не называйте больше меня Наименью. Наимень это прекрасно. А называйте меня Марою. Ибо горькая я. И Бог отнял мужа и детей моих, когда она возвращается с Руфью. Имена меняются. Люди даже не знают. Перед ними уже не Наимень стоит. Она была прекрасной девочкой и назвали Наимень. Наэма. Прекрасная. В переводе на русский язык. Вот здесь точно такие же события. События эти, я сейчас покажу немножко, прочитаю. Вот смотрите. Откровение 11 глава. Хотя люди это знают, но мы еще раз посмотрим. И стал я на песке морском. Ян Богослов. И увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. Ну можно сделать, чтобы наоборот было десять рогов, а семь, это, сказать, семь у него было рогов и десять голов. Не будет. На рогах было десять диадим. На головах ее имена богохульные. А почему не сказал какие? Ну вот это теперь все, что будет против Бога, против Святой Библии. Это все его имена. И мы постараемся хотя бы кромочкой посмотреть, как это. Зверь, которого я видел, был подобен Барсу. Ноги у него, как у медведя. Пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, престол свою, великую власть. Какой дракон, кто? Ну это сатана. Не просто победили на выборах. Пришел к власти там Обама или Путин. Нет. Дракон дает силу. Дракон. Я не говорю конкретно. Я просто называю с маленькой буквы этих людей. Они никакой роли-то, они уже тут и не играют. Они просто на свое место говорят. А что бы сейчас Петр Первый сделал? Ничего не сделал. А был бы Ленин, он мог бы повернуть опять к революции? Не мог. Его посадили бы в тюрьму законы и другие. Ничего нельзя сделать, это занаряжено. Ну а царь Николай Первый был такой крутой, он бы перевешал. Не было его в это время. Ну говорили царю-то, ты всего две тысячи там этих декабристов повешай, и февралисты не появятся. И все. И по крайней мере 500 лет слова революции в России бы даже не звучало. Но нет, пойдет на Голгофу царь, семейство его, и вся Россия туда будет отправлена. Пришло время. Я вставку делаю. В третий стихе увидел я, что одна из Головов была как бы смертельно ранена. Голов. Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. То есть все понимали, откуда эта власть. Сегодня еще не понимают. Думают, выборы. Да какие выборы, это смех один. И кого они выберут? Ну, вот об этом. Жириновский говорит, интересно. Вы выбираете, тратите деньги. Ну, кого выберете, когда уже все назначено? Я вспоминаю, когда Рейганова должны были выбрать. А перед ним там Картер, кажется, шел. Ну, и у них там называется Мальчишник. Когда все миллиардеры собираются. А там, кто все это ставит, он есть. Называется его имя. И когда уже провозначили. Так, ребята, следующее. Сейчас будет у нас вот такой-то. А Рейган Рональд. Видно, что опечалился. Он думал, он артист. Все лишь артист, только обыкновенный. Вел комик там. Сатирик. Он подошел к нему, похлопал по плечу. Ронни. Не обижайся. Следующий будешь ты. То есть разнарядка, я говорю про одну сторону, такая, что еще там будут загораться у них два табло. Синяя там, красная. Там, которые партия одна, другая там, консервативная, демократическая. Лампочки будут загораться. Какой штат проголосовал, где кто больше, где мормоны, кого выдвинуть. Это все то, что только вписывается в то, чтобы оболванить. Уже там решил этот мальчишник. И следующий будет Рональд. И ничего не... А можем, чтобы в это время было покушение, его убили. Тут еще можно. А вот здесь уже нельзя. Там можно Кеннеди убить. Здесь нельзя зверя убить. Да, да, так. И отверз он уста, свой шестой стих. На Бога, для хулы. Кулеть имя его, и жилища его, и живущих на небе. То есть против святых будет говорить. Дано было ему вести войну со святыми и победить их. Это в одной только религии в христианстве, как говорится, о поражении святых. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племя. Я для этого и считаю. Над всяким, значит, сюда входит и Россия. А то везде антихрист воцарится, а в России его не будет. Здесь не смогут перейти. Он не сможет канавку перейти там, где... Чего они могут перейти, когда там атомное оружие было, и все канавки сравняли? Ну, дурь этот православный. Это Иосифов Алексеевич совершенно правильно говорит. Если антихриста должно принять, то первые примут православные. У них жажда царь-искупитель. Они ждут его, и он видит царя и явится. Прямо трясутся над этим. Вот пришел бы, разрешил бы наши вопросы. Дальше. И поклонятся ему все живущие на земле, запятая, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца Заклонного. Вот где. Если написано, не написано. И теперь на каждой, которой у нас подняется вопрос, буду говорить этими словами. Написан ты или написан в книге жизни? Не записан. Написано, как это? Написаны. Значит, тебе открыта истина. Не написано, будь против, да что ты там, этот какой-то старик говорит. На меня-то нападают где-то. Я что могу сказать? Спорить мне не дано. Кто имеет ухо, слышит, да слышит. И дальше. Десятости. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мещом убивает, то самому надлежит быть убитым мещом. Здесь терпение верил и вера святых. А тут, как учат, воевают. Там Смирнов, Дмитрий, благословлять будет. С Чечной бились, бились, бились. Сколько убили? А что нет? С Афганистаном посылали, бились. Где они? Никого нет. И Афганистана никакого за Россию нет. То есть, это гибель. Вы в плен брали их, да? Американцы брали, сами пойдут в плен. Так вот, то, что разнаряжено. Возвращаемся. Так, звери с земли, два рога, Агнуса. Заставляет, это 12 стих. Со всей властью первого зверя заставляет всю землю, живущих на ней, поклониться. Первому зверю, который смертельно рано исцелел. Это все к Ленину применяли, его стреляли. Она рано не исцелела у него, ничего там. И творит великие знамения. Огонь не изводит с неба, Ленин не изводил. Дано было перед зверем рано и прочее. И будет сколько? 42 месяца. Это такая четкая разнарядка до одного месяца. Ну, а можно изменить? Как изменить? Даже непонятно. Вначале Бог сотворил небо и землю. А можно сказать сначала землю и небо? Никак. Сначала крыша была за того, что сделала, а потом... Ну, а дальше свет, какой день. А можно наоборот сделать было? Это просто пустословие. Это уже все. Зима и лето. И какая власть за какой придет? А вот выводы из этого ты должен теперь делать. Не участвовать в том, что назначено. И я беру другие материалы. Я разговариваю с евреями или с полукровками. Они, в общем-то, мыслят почти одинаково. Ну, вот вы верите в протокол. Да разве это подделка протокола сионских мудрецов? Да это царская охрана. Охранка это сделала. Подкинули, а его сглотнул там Сергей Ленинус. Ну, ладно, не так. Скажите, а вы считали все эти 20 параграфов глав? Ну, да там ясно, что составить такой план могут это лучше политологи, какие есть. Как действовать? Какая экономика должна быть? Как предприятия будут закрываться? Там-то более расширено. И какой он должен быть? И вдруг я вижу, сейчас выступает еврей, перед ним евреи сидят, и он говорит, наш Машиах при дверях. Это самый мудрый. Мудрее многократно Соломона будет. И как он наведет порядок, и никаких войн не будет. То есть он говорит все согласно протоколов. Если это подделка, то почему сто лет идет и точно по ним написано? Я разговариваю с такими, я говорю, а вы верующий? Как верующий? Я христианин, православный. Значит, вы и в Библию верите, что написано? Конечно. Но вы верите, вот 13 глава откровения, что он придет. И что он будет 42 месяца. И святые говорят, он будет еврей из колена данного. Там 12 колен. И поэтому в откровении данного колена нет среди спасенных. И ответ дается, ну да. Ну а как вот он внезапно вынырнул в Израиле, или, допустим, в России евреи. Я буду царем. Или подготовка будет идти народа. Подготовка. А кто будет делать подготовку? План должен быть. Это какая идея у человека. Так вот он план теперь. Что? Комитет 300. Вот он работает теперь над этим. Вот эти щипы. Скажите, вам нравится, что взорвали? Там в Москве было, в Испании взорвали. Да, конечно, нет. У меня там родственник погиб. Ну а можно ли следить как-то? Нельзя. Ни одна полиция, никто не уследит. Ну как, ну села, женщина сидит. Она руки держит здесь. Она замкнула, там рванула, полвагона нет. Ну что можно сделать-то? Полиция именно вот. А что она полиция сделает-то? Никак. И ничего нельзя сделать. Но никак. Кому на смерть, на смерть. Кому в огонь, в огонь. Кому Бог назначил, туда и иди. А почему так? А я сейчас вот открою еще одно место, писание. Галатам. Галатам говорю. Притча Соломона, 11 глава. Мы утром сегодня считали. Вот посмотри маленько. Там, когда в Париже это взорвали, я немножко так буду оба события соединять. И там около французского посольства, святами завалили, там какие-то сосудики ставят с чем-то, свечи. Это выражает сочувствие и соболезнование. Ну правильно. Но кому это? Какому пользу? Это никого здесь нету. Но посольство. Мы посмотрели, такие деньги тратят. Это все игра. Тем людям ничто не поможет. Если только был верующий, значит определенное место. Верующим в Сына Божий иметь жизнь вечную. Теперь смотри. Считаем по порядку. Четвертый стих. Третий. Непорочность прямодушных будет руководить, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравняет путь его, а несчастивый падет от исчезтия своего. Правда прямодушных спасет их. А беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека несчастивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее несчастивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, а при погибели несчастивых бывает торжество. То есть чем больше трупов будет, тем больше торжества. Это Соломон говорит. Как? А теперь посмотрите, где Нордос, чем они занимались. Внимательно посмотри. Я теперь со стороны мусульмана разговариваю с ними. Скажите, почему вы, у вас же в Коране это написано, что христиан можно победить, но не убивать? Что уплатили они там свой закят там это, ну сколько они там налоги свои оброки наложат-то? А язычников истребить? А какие у вас христиане? Кто? Это вы христиане? Ну вот вы, да, вы верите, мы это знаем. Вас никто не тронет. Это мне отвечают. А эти-то, посмотрите, вот это христиане ваши? Ваш президент христианин? А почему он все подряд нарушает? И далее я замолк и больше ни слова не стал говорить. Я только слушал. И вот они врываются туда, где богохульствуют. Где раздетые стоят. И уничтожают это все. Это согласно их священной книге. Вы эту книгу признали? Зарегистрировали ли их в России? Это везде мусульман-то. Ну и зарегистрировали. Ну в ней-то сказано то, чего в Майнкап не сказано. Гитлер-то так не делал, чтобы послал женщин, они взрывали там независимо. Там могут ему мусульмане быть. Подряд все летит. Ну где только бы ни были они, и все понимают, что очень опасно. Вот она стоит, у ней живот большой, беременная женщина. Едут на аэродром. Автобус полный аэродромных работников. Ну что, шофер, да нам не надо кого садить. Сказали, ну остановись, беременная женщина. Она села. Только села, замкнула, рванула, автобуса нет. Все погибли. Все погибли. Ну и а как? Никак. Не избежать. Так они хотели добро сделать. Ну, я говорю не о том, что хотели, а что наиву. И что они говорят? При погибли нечестивых бывает торжество. Где оно торжество бывает? Какое торжество? А теперь я ищу одно местописание, возьму, чтобы по ним теперь говорить. Откровение. Иоанна Богослова. Это шестая глава. Мы считаем. Девятый стих. И когда он, с большой буквы, Агнес, снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое имели. Не их увидел, а души убиенных в родительном падеже, то есть принадлежавшие им, то есть у них есть душа. Речь идет о душах. Вот для адвентистов, для иеговистов, для всех. Просто возьми для себя. Души убиенных. Не убиенных он увидел-то. Вот это важно. Вот и доказательство. Ничего больше не надо. И возопили они громким голосом. Говорят, да Коля, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. Так это спасенные, да? И просят отомстить. Да, чтобы был суд им, да. Да как же так же? Написано, что любите врагов ваших. Любите означает обратите, а не потворствуйте. И они это просят не о погибели их, а о том, чтобы судил их, чтобы речь идет о том, обратились они в наказание. И даны было каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, и как они, дополняют число. То есть на небе идет молитва. Теперь смотри, что там ИГИЛ, там Исламское государство. Вот. Они убивают христиан. И при том настоящих христиан, которые обратились. Тамошних христиан. Это не европейские. Просто режут и режут. Вот их кровь попиет. Вот тут вмешательство России. Тут многие молятся. И Бог положил на сердце отомстить. И отомщают через решение президента Путина. Я нашел прямое это. Так он что, правильно делает? Я не об этом сужу. Я нахожу причину. Откуда это? Почему никуда не послал оттуда? Это кровь попиет. А как? Эти, которые там есть, они в один день могут стать мучениками. В плен они брать не будут. Этих летчиков, которые бомбят. Это однозначно. Они поехали, подписали себе приговор. Их выискивать будут повсюду. Теперь. Тех, которые подняли там это. Они делают. Ну, мусульмане-то. Отдельно. Государство. Как? Они не видят, что и мусульманство разлагается везде. И ничего нет. И они тогда стали точно делать, как у нас по канонам. А у них там объяснение дается. Толкование. Как у евреев там. Талмуда. Так у них толкует это все. Что нужно делать? Убирать своих. Это главное враги. Убивать их. Убивать у них кровь ни за что не ставится. И поэтому они вулуи. Главное там имама убивают всех. И как? Собираться в одно место. И по всему миру. И они, конечно, рассчитали там. Ну, а вот мы будем делать так. Где это? Ну, Ливан захватили. Тунис. Объединены Арабскими Эмиратами. Да. Мешает нам Сирия. Сирия древнейшая страна и проще. Надо ее, чтобы было полностью так, как написано. Жить по нашим законам. Во всем. Судить. Вот как написано. Шариат, чтобы работал. Вот они делают. Ну, а там же свои политики. Они знают. Мусульманство должно быть одна религия на земле. О! Одна. Это у них везде лозунг идет. Приветствия Гитлеру. Он правильно делал, но не дошел. Мы дойдем. Приветствия везде. Состоят они там с плакатами. Я смотрел. Ну, по-английски написано. И выступает, когда еврей спрятался за камнем. Камень говорит, здесь еврей, убей его. И там христиане, это заблудшие. Тех можно пощадить немножко еще. Один-два дня дать пожить. Мусульманство будет по всему миру. И ему это вдалбливают, когда он маленький. И только оружием. Семилетний уже с маленьким пистолетиком. Учат резать головы. Показывают. Мальчишки дают. А вот мальчишка, видно, ну, лет 12, чтобы он резал голову. Раньше такого не было. Сейчас. Ну, а правильно ли? Я не об этом говорю. Я говорю то, что есть. И они этим занимались и будут заниматься. У них это прописано. Прописано. И я был, когда в доме, мол, и ночевали. Я говорю, скажите, вот сейчас бы эти хасиды, которые вы считаете, вы правильные. А эти, которые там, ну, хасиды, говорю, эти шахиды, нападают, взрывают в себя. Они неправильно делают, да? Ну, да. Но сейчас, если две капли поставить, и их представитель будет, и ваш. Они вас победят на первой минуте. Они вам будут показывать в вашей священной книге Коран, это написано. Они исполнители, ревнители своего закона. Но раз их зарегистрировали, зарегистрировали с этим. Сейчас говорят, что эта книга экстремистская, экстремистская Коран, признали. Но согласно этому экстремистской называется и Библия по Ветхому Завету-то. Там тоже уничтожить семь народов, то другое. Сегодня-то не подходит это. Если ты не веришь, что это священный голос был, так это сделать. И сейчас решают вопрос, чтобы их из числа экстремистских убрать. Но они самые экстремистские книги-то. Зачем вы убирать-то будете? Если вы их зарегистрировали, признать действия тех, кто по ней поступает, их не не адепты, а последователи, это точно поступают они. И вот они теперь, я думаю, теперь дальше политологи свои, и они говорили, ну мы вот так будем делать сейчас. Захватываем Сирию, она там уже почти вся захвачена. А могут другие государства? Не могут. Но американцы там, они старые, долбят там разные, больше года ничего не делали. А Россия в течение одного месяца, и там, как говорится, в брызги пошли во все стороны. Вот это сейчас на Америку, она с ними вместе, а Америка с Россией уже договорились. А откуда вы знаете? Ну, первый счет протоколы, второй, есть такая книга, Николай Николаевич, он пишет, Яковлев, 14 августа 2014 года. Ее можно в интернете найти. И он говорит, вот когда я в Россию возвращаюсь, выходит там Пуришкевич, выходит Милюков, друг друга готовы разорвать. Враги такие это, ну у каждого своя партия, это в России, перед революцией-то. А я говорю, лежу, они вместе сидят, говорят, разговаривают, смеются и все. То есть у них роль такая на партии, и для виду, для народу, как будто это разнопартийная система, а ничего этого нету, нету. Это все только для народа. И Америка с Россией-то, этой войны-то никакой здесь и не предвидится сегодня. Это на свое время, когда внезапно Господь сорвет кнопки, нечаянно кто-то нажмет, но дальше уже неудержимо пойдет. Сегодня это нет, у них планы другие. А для чего это все делается? Для того, чтобы, я еще подсоединяю одну книгу Достоевского братья Карамазова, Великом Инквизиторе. Мы разрешим грех и спасем всех. Он когда начинает говорить, вот к этому надо все теперь подвести вплотную. И вот вплотную они сегодня подходят. А что будут делать дальше они? Я не знаю, что делать, но им нужно показать теперь, что все правители мира не способны избавиться от террора, от взрывов. Это все в протоколах написано. Им нужно, чтобы вот этот ИГИЛ расползся по всему миру. Этого жаждет и Америка. Россия этого еще не понимает. А ничего нельзя сделать. Ну вот мы сейчас так, ну а, все мешаются, что если невыносимо будет, Турция договорились. Сразу самолеты присылают и наших ребят развозят. И теперь уже мы работаем по всему миру. А с чего начать? Мы видим, с чего начать. С Парижа. Главное блудное место. Блудилище. А вот там нам нужен? Нет. Мы бьемся за нравственность. Чтоб жены были одеты как есть. У них законы разные. Я посчитал, измена какая, что за это есть. Ну, не одобряют нигде. Мужчин тоже побивают камнями, как в Тунисе. И вот они сейчас, вот второй вариант, когда начали долбить, А эти не знали. Россию-то, эти политологи-то не подсказали. Если мы их будем бить, ну а там маленько замедленнее было бы. Сирия вся, она уже готова осаду этому Кырдык. И дальше они начинают официально делать то, что сейчас второй этап по всему миру. Ну, эти долбили их, теперь эти пошли. А у них, что ты убитый, ты в раю будешь. Что ты убьешь, ты в раю будешь. И они только старшего брата убили, младшего спрашивают. Ребенок, 7 лет, я хочу, как старший брат был, умереть. Умереть, газовато объявить всему миру. Это все разнаряжено. Сегодня знают эти поваленные в торговом центре два небоскреба. Это дело самой Америки. И все это уже доказано на 100%. А для чего? Ну, 3000 человек погибло, там пожарные команды. Что для него значит, для масона-то? А теперь террор, 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 террор в каждом слое. Теперь развязали руки, весь народ. Доведите до конца, найдите Бен Ладена. А Бен Ладен у них учился, и в ЦРУ был, и прочее. Он не прятался нигде. Это все разнаряжено по земному. Не надо этому верить. И что они сделали? Афганистан. Сразу бросили туда Америка, в Афганистан. Добилища вот они, а теперь ставленники свои. И вот это сейчас, они расползаются, рассылают по всему миру. И это их нельзя, все понимают. У них десятки тысяч. И никто-то говорит о Рамзан Кадыров. Ему это больше известно. Сколько чеченков сюда перешло. Кому он одного там обратил, говорил, много с ним говорит. И видно, что парень засомневался, вернулся из смертника. Так, минутку. Слава Иисусу Христу! Это мы с сестрой договорились, чтобы она проверила, мы живы или нет. Она звонит. А тут нужно 5 секунд, чтобы включился телефон. Я отвечаю, слава Иисусу Христу, во веки слава. Все. Мы поговорили и не платили. А за что платить-то? Я и так плачу. Вот. И вот теперь этот второй этап у них вступил в действие. За Парижем сейчас будет полыхать по всему миру. Ни Испания, ни Португалия, нигде. Это все. Все десятки тысяч. Обычно на Украине было, Рамзан Кадыров, мы туда пошлем батальоны, то другое. Здесь никуда не пошлешь. Куда? Это внутри голов. Это нельзя победить. Это не побеждается. Вот. А что здесь будет? Я не знаю, что будет. Только будет именно так. Вот сейчас Казань. Сколько их там находит? Экстремистская. Их туда прибудет, допустим, 500 эмиссаров. В течение года Казань перерубит. Татары перерубят Россию пополам. Это реально. Так они не только здесь, не тернутые, останутся только северком. Считал. Они так перемрут. Они во всем мире должны насадить это. Ну а как же тогда будет этот зверь? Это все придет к концу. Вот это щип теперь дальше. Теперь, когда все застонуты. Ну дайте мир, покой, кто угодно. На шелупайку, картофельную шкурки будем есть, но только что был мир. Детей наших не убивали. А вот это как раз и трудно сделать было. Люди думают своих правителей ставить. И вот через этот ИГИЛ они сейчас покажут всему миру. Они не способны сделать. И тогда вот этот премудрый, которого называют дух, великий инквизитор. Вот он как раз и появится. И мы это сделаем. Как? Щипизация. Подряд всех будут хватать. А как же тогда столько? А мусульман повернуть к этому будет очень просто. Там и ИСА это у них есть. И начнут работать в одном направлении. А эти, которые знают, они все на учете. Их могут в течение одной недели всех ликвидировать. Никакого суда не будет. Ну вот есть такой фильм «Ликвидация». Ну послали там в Одессу, как будто бы Жукова теперь был, не был там. И как? Он вооружил своих. Их отвечаете, расстреливаете на месте этих. И все, город очистился. Он знает, что сделать. Такая же история будет здесь. Это прелюдия была к этому. А как мы даже и христиане смотреть? Никак молиться. А откуда это известно? Ну, здесь в откровении. Вот я посчитал сейчас. Снова возвращаясь к 13 главе. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мещему убивает, тому саму быть на мещему. Здесь терпение веры святых. А зачем терпение веры святых? А у кого не хватает терпения, берется за меч. Он не терпит то, что Бог исполняет. Медленно, но верно. Это по Божьему плану разнарядка идет. А у кого нет терпения и веры святых, тому идти в плен и под меч. Вот почему я за то, чтобы оружие не брали, присягу не давали. Спасали только раненых. Один говорит, спасение такое. Как только услышите об этом, оборачивайтесь в белые простыни вдоль забора на кладбище. Чтобы вас не искали эти трупы-то. Там уже ямы готовы. А в Америке уже готовы для тех, кто сопротивляться будет. Гробы там по 4 человека или по 20. И целый полигон этими гробами пластмассовыми уже готовые ждут. А то те, которые не будут подчиняться. Это очень просто. Смутьянов настоящих не так много. А остальные лишь бы утробу набить. Последнее время вот этот Ульянов Михаил, он сыграл эту роль великого инквизитора. Видел как? Да, да. Вот здорово. Ни к тому так не сделать, не сыграть. И как они падают, какие они слабые люди. Дай только мир. Вот это время идет. Время великого инквизитора. Но великий-то инквизитор, это будет антихрист. И сегодняшнее событие, у них расклад идет так, как они задумали. Но Россия там будет долбить. Долго она не будет. Долбить будет некого. Тот придет, а дальше там делать нечего. Они возвращаются. Тут долбить придется здесь. Они сразу соединяются с украинцами, которые здесь ненавидят. У России друзей нету, как Александр Третий говорил. Это только армия и плод. Армия и плод в таком состоянии, в каком они есть, даже крикнуть караул не успеют. Хотя они показывают, хвалятся. Дракон называют свое оружие. Ну какие это. Огонь выпускает и там попаляет и прочее. У тех свой дракон есть. Вот дракон придет. Видел я измеря, зверя. А можно, чтобы он не выходил? Он выйдет. И у него тут второй зверь написано. Это притеча антихриста. Другого зверя, выходящего из земли. Имел два рога, подобные акчи. И говорил, как дракон. Вот он где. Он действует перед ним со всей властью. Творит великие знамения. Творит чудеса перед землей. Обольщает живущих на земле. Говоря, живущие на земле сделали образ зверя. А зачем образ? Голография. Голография. Богатым нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку, на челок. Какое начертание? Ну, теперь знаем. Щипизация. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Это уже идет. Кто имеет ум, сочти. Число человеческое. Число 66. Вот сейчас события начинают в более ускоренном темпе. И вот теперь, когда они придут, вот мусульмане-то, вот с этими гей-парадами покончено будет в течение одного дня. У них с ними я разговаривать не буду. И все скажут, да правильно, да это извращенцы. Все эти лесбиянки в отвал пойдут в один день. Ну, это у них по закону, они так с ними расправляются. Почему там гей-парадов нету в Тунисе, в Саудовской Аравии? Нету. Почему? Если он таковой, ему сразу смерть. Это садомиты. А правильно, по Ветхому Завету правильно. Придай его смерти. Писание говорит. Святая Библия об этом говорит. Евреи одобрят. Все одобрят. Все это примут. Хорошо. А что у мусульман еще хорошее? Пятикратная молитва. Намаз. И они это покажут. Но у нас написано семикратное. Псалом 118, 164. И для чего нам молитву нужно? Для прославления Бога за суды Его. Вот за то, что сейчас есть, надо Бога славить за суды. Это суды Его пошли. Начали с Франции. Ни одного места в мире не будет. Ведь Австралия далеко поднимут все на ноги. Все одним духом скажут, приди и царствуй над нами. Вот он, великий инквизитор, как его желали. Вот эти события, которые сейчас идут, они прямо вписываются в то, что предсказано. Чтобы все отвернулись от своих правителей. Но выйти нельзя. Написано, Париж, Многолю, на Пятницу, везде. Опустили улицы. Предупредили. Чрезвычайное положение. На военном осадном положении. Всех полицейских вызвали. А что? Ну, ходит по улице. Он сверху, ему кипяток на голову. Его нету. Пристрелили. А этих, которых они пристрелили, кто? Ну, там самые садомиты собрались. Редакцию-то расстреляли. 12 человек-то. Они там издевались над их пророком. Рисунки и прочее. Им это надо было. А что нужно сделать? Свидетельство. Проповедь. Вы не знаете, там сколько всего было. Но я беру дальше события. Куда это надо смотреть? От кого беда идет сегодня? От мусульман. Это всем понятно. Это же не христиане делают и не буддисты. А мусульмане-то когда появились? Мухаммад умер в 632 году от Рождества Христова. И вот литературная газета, большая статья была, миссионер 21 века об Андрееве Кураеве полностью. И он говорит, за 6 столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашли послать им. Вот это время, 6 дней, столетий. И они никого не послали к ним. А вот эти 2 миллиарда мусульман могли быть православными и христианами. Вот корень где. А почему не пошли? Монашество. Все к этому подвело монашество. Почему? Главное это рекорды поставить. Сколько поститься, сколько не спать, сколько молиться. И самое ценное, самое крепкое. Высасывали из народа и туда. Куда? Ну, замастерские стены, мандра, стена, архимандрит, а караулить их будет. Вот сколько. Там были, говорит, монастыри по 50 тысяч. Когда я насчитывал, это все уставы Венедикта, Василия Великого, уставы какие. Везде только одно, разговаривать нельзя. То есть язык отрезанный. Так это не мусульмане отрезали. А раз не было свидетельства, Господь посылает бич. В данном случае для них, для тел, это бич, которые приехали сейчас, прилетели и додолбят их. А бичом был и Ларих, это мы, когда он нападал, Атила, Тамерлан, Наполеон, Гитлер. Это все бич Божий для вразумления. В книге Судей говорится, когда согрешали, Бог отправлял в плен. Каялись, возвращал обратно. Сегодня у нас вот это положение. Что в церкви делается? Народ Библии не знает. Совершенно не знает. И не хотят знать. Я, когда вел занятия в разных школах, ну, слушают ученики, внимательно слушают. Ну, и в конце я говорил, вот, есть имена, и их можно растолковать и объяснить. Говорят, допустим, Валентина обязательно чернявая должна быть. Вот, если там Стефан, то у него наклонность вот к такому-то есть. Я все это опровергаю. Это неправда. Валентины бывают и рыжие, и косоглазые. Я объясняю так, что означает слово это в переводе. И показываю на первого, от кого пошло святое. А в разе с кому подражать? Наталья, вот такая-то. Что она означает? Жизненная, как Виталий. Это рожденная, рожденная. Ну, теперь родился ли ты свыше? И детям сильно нравится, когда они узнают свои имена, переглядываются друг к другу, там хлопают. Ну, я их наизусть просто имена все эти знал. Есть имена, которые не переводятся, как Олег, Игорь. И сейчас что-то придумывают. Это славянские имена, они имели значение, но все это ушло. Борис и Глеб, это очень, ну, нет перевода. Почему? Это славянские имена, они не переводились. Ну, Глеб, может быть, был хлеб. Вот, я не знаю. Олег, может быть, какая-то слега там была, букву приставили, и теперь догадайся. Как сейчас Суворов. Не Суворов, а Суровый был сначала-то. А неграмотку-то написал, так и пошло. Детям сильно нравится. Самое популярное у меня, когда я выступал перед ними, было это имен. Тут уж они ждали буквально. Узнать себя, учителя, все спрашивают. Но я-то все так быстро выворачивал к Божественному, что они уже имя свое забывали, слушали о том, кто был первый. Так вот, нам нужно расшифровать наши имена. И им соответствовать. Просто посмотреть. Ты, Георгий, землепашис, Юрий. Это одно и то же слово. Распахивай на вину. Паши. Не просто засевай преданиями, традициями. Ну, тебя, допустим, убрали. Ты не будешь преподавателем в университете, там, в академии. Не будешь вести категоризаторские курсы. Но путь на небо тебе не закрыт. А раз путь тебе не закрыт, поэтому тебе о том и переживать не надо. Ты работаешь в миссионерском отделе. Тебя оттуда выгоняют. Тебе-то это на пользу. Ты ничем не связан будешь. Ты будешь свободным голосом говорить. Андрей Токураев. Смотри, как начал говорить, когда его турнули оттуда. От этого связано. Игнатий-то все равно. Говорит, а мне не все равно. Мне что, епископ скажет? Ну, он открытый такой. Вот как нужно рассматривать событие. Не потому, что я придумываю, я просто говорю, видя этот расклад. Ничего не добавляю, просто только говорю, что у них это, у мусульман, это было просчитано там. Если будут нас долбить, тогда вступает второй вариант. Это по всему миру. И это уже было заранее сказано. Это известно было. И поэтому ожидать другого нельзя было. Ну, а Турция-то зачем? Она же с нами по-хорошему, и мы везде. Зачем тебе спрашивать-то? И вот они спорят, стоят, кричат там. Там шесть человек. Тут вдруг, ну, против. И главное, ролик. Два с лишним часа. Я посмотрел, конца края у них нету. И прямо по-серьезному злятся. Я все время вспоминаю, Мельгунов об этом как пишет. Ой-ой-ой. Да это все из одного кошеля вывалено-то. Нам глупым это. Чтобы мы хватались, дрались, говорит. А они, говорит, дерутся, то есть пьют себя. А у холопа вообще будет трясутся. На полном серьезе принимают. Серьезно только то, что предсказано Богом. Главная задача вот этого ИГИЛа и всего – показать, что правители не могут справиться с ситуацией. Чтобы пожелали другого, который наведет порядок. Это причечь Антихриста. Так что все, что ли? Ну, кто обратится тут, значит, не опоздал, а остальные нет. И опровергнуть здесь ничего нельзя. Я знаю, как на этот ролик будут нападать. Да откуда вы знаете? Да что знаете? Да вот такой-то там правитель, он может навести порядок. Может навести до определенного времени. Наступает момент, когда ничего он не сделает. Ну, скажи, Сталин допустил бы, если Сталин был, чтобы вот эта перестройка, Горбачев был, гласность была. Он бы сразу сгинул там. Но наступило время. Хрущев разрушил авторитет Сталина. Дальше культ личности. Дальше молодого выставляет. Умного самого. А дальше Маргарет Тэтчер его берет под свое крылышко, и она будет им руководить. Теперь Мальта, то есть остров Мелит. Там они тайно сосать. Нигде ни одного слова нет, что они там разговаривали. Там речь шла о перестройке. И он заботился о себе. А я как? Так сделан, трогать не будет. Ну, это же страна наша, там будут. А ты перейдешь к нам в Англию, и все. Только разговор-то. То есть теперь уже видно, что они там разговаривали. Когда события уже исполнились. Как повелись себя. Он-то пытался еще второй раз выдвинуться на строк. Поехал. Тут один ударил, и он уехал. Пропадите вы. Да я не хотел, чтобы так нарисован. Он стоит, руки разлил. Я не хотел. Она сама развалилась, страна. Вот карикатура как бы. Но это так. И вот сегодняшнее событие, это нажатая кнопка для ускорения событий. А почему? Ну, за добрые дела. Когда люди молятся, тогда Бог продляет милость. А когда не слушается, он... Зачем время тянуть? И вот говорит, еще 120 лет, да будет там 120 лет потоп-то. А потоп пришел через 100 лет. Не кается, Бог обрезал 20 лет, говорит. Это объясняется и у Златоустов, и у других. 20 лет. Люди не поняли, что такое после революции. Или в плену. Не поняли. 70 лет. Бог добавил 2 года, они 72 пробыли. И от смерти, кажется, царя, да, перестройка началась 72 года. Я в Америке на эту тему говорил. Это копия идет, она трижды повторяется. Сегодняшнее событие, это звонок, чтобы мы глупостями не занимались. Не вставали ни на какую сторону, только молились. Могут спросить, так что, не надо сопротивляться? Бесполезно. Дело в том, что бесполезно. Это назначено у Бога. Ну, а сейчас твою жену там будут насиловать, детей убивать. Ну, ладно. Заходят сейчас, я сижу дома, ты занимаешься. Вдруг в дверь выломили ее мгновенно. Заходят 5-6 вооруженных автоматами. Берут жену, и дальше будет то, что тебя чем пугают. Детей тут же. Ну, и что ты будешь делать-то? Ну, а мог же Авраам сказать, что Сару не трогайте, что не моя сестра? Его все равно убили бы. Златоуз говорит, вы не знаете за нрави этих египтян. Какие они были, жестокие. И поэтому, единственный правильный выход тот, который был. Ничего себе, ты будешь под фараоном, а мне будет хорошо. Не будет она там. Для этого Бог, который поразит весь дом его, и он его отпустит. Что ты сделал? Да наградит и Агариш ему отдаст предачу. Вот так будет. Нет, события нужно рассматривать только во свете Святой Библии. Если это не так, это ошибка на каждом шагу. Ни один политолог, тем более это плюгавенькие, учатся. Самые крупные политологи, вот слушая их выступление, они говорят, думали, вот так будет, а оказалось, вот видишь, как никак не ожидали такого поворота. Не ожидали. Они не знают. А кто может знать? Никто не знает. Бог положил это в тайне. Но общий расклад событий понятен. И столько времени потратили евреи, во всем мире собирали золото, 2000 лет. И они теперь отступятся. Не будет этого. Никогда не будет. А я теперь со стороны масонов рассматриваю. Масоны, это такие люди, там изверги. Ну скажите, вот вы хотели, чтобы у вас в доме был порядок? Жена слушалась, чтобы сосед не буянил, чтобы пьяница там окурки не бросал, не загоралась. Я беру по мелкому. Ну да. Ну а если ты хотел бы это, чтобы на улице у тебя было так, во всей улице, ну это вообще здорово. Но во всем городе, да как кто это может, уже сомневаются. Ну вот, а если бы это во всей стране, а потом во всем мире. Так вот, наши люди, которые сказали, навести порядок во всем мире. Со стороны масонов, если мы их поймем, то это добрые, самые добрые люди. Но что они сатане служат, оно и то же. Это понятно. Когда я говорю, что я занимался политическими системами мира специально, и нашел самую лучшую систему, это фашизм. Когда люди берут, на меня нападают, и вот он за фашистов, я запятую ставлю, не точка. При условии, что нет Бога. Представь Гитлер, как у него было из праха поднять. Тут только разоряют страну, а там поднять из праха. Униженную нацию, чтобы она во всем была первая. И всему миру бросить вызов. Ну понятно, что это гениальнейшая личность. А если Бог есть, то это был сатана в образе человека. Это уничтожать, освенцам. Он прикоснулся к Божьему народу, к евреям и прочее. Христианство уничтожить. Это дьявол был натурал. Натуральная величина, восхождение дьявола. Фильм такой есть. Вот надо как события рассматривать. Не бояться назвать вещи именами. Она вот когда они устроят по протоколам, все вздохнут и скажут, наконец-то, явился. И это Владимир Соловьев в этих трех словах об Атихриста прекрасно все объясняет. Но счастье не примут ни восточные, ни западные, ни протестанты. А что нужно? А признай его Христа за Мессией. Он был искупителем мира. Этого я не могу сделать. Он даст нам эти колокола, даст эти предания. Купайтесь в них. События рассматривать только во свете Святой Библии. Вот вам ответ. Спасибо, Христос Игорь Михайлович. За такой обстоятельный ответ. Да. Теперь зарядка на целый день и больше размышляет об этих событиях. Притом вы никогда не ошибетесь, если будете смотреть в Библию. Потому что это застывшая форма. Бог уже монолитно сказал, будет это и 42 месяца. Она может сделать, чтобы 40. Не получится ни у кого. А 42, так он и дальше не будет ради избранных сократиться. Никакого восхищения церкви не будет до этого времени. Церковь на земле ради избранных написано. Все творите мое воспоминание. Причастие и литургия будет на земле до пришествия. Доколе он приедет. Это еще новые и новые места, которые говорят. Никакого восхищения тысячелетнего царства не будет. Это бред сектанский. Хелиазм. Яд. Отравление душ. А вот восхищенный церковь будет. Мы не будем страдать и поэтому живут. А я знаю, что мы будем здесь. Поэтому сегодня надо укрепляться постом и молитвой. Поэтому то, что сегодня в патриархии делается, что попрали каноны 413 из 719. Это беда из бед. Что не проповедует эта трагедия русской нации. Не проповедует Слово Божие. Не гоняться, не выискивать врагов надо. Как они сейчас делают. Вот за мной гоняются. А искать таких, как Андрей Кураев. Даже к Невзорову пойти, я говорил. И сказать, выскажи все наши мерзости нам. Записать это и поднять на соборе. Вот чем надо заниматься-то. Ну хорошо, 306 епископов сегодня. Ну примерно, 306. Еще они лучше стали где-то. 306 епархий. Опять деньги, деньги, деньги. Каждому машину, каждому загородиться где-то надо. Это все будет покончено в течение одного дня. Кто куда побежит. Выход только один. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот у меня сейчас, я новый, вышел на это, как сказать, на этап. Я все время думал, как найти тех людей, которые мне помогали в прошлые годы. Вот помогал директор завода. А завода нет, там, торговый центр. Желал такому-то я воздать добром. Я разбогател несказанно, книгами имеется в виду. И вот неделя, вот конец той недели был, начало этой недели, меня развозят, я нахожу их. Совершенно невозможно найти. Вчера был в краевой администрации. И там та, которая тронула Ремнева Надежда Степановна. Она была первым секретарем Центрального района, потом в городской администрации. И ей попал мой материал, когда я за пленки ходатаюсь. Она говорит, тут сколько у вас ошибок-то сделано, что вы делаете? Перестаньте беззаконничать. У него изъяли несправедливо. Я ее спрашиваю, этот ролик будет стоять. Вчера я ее записал. Я вчера... И везде идем записываем это дело. И даю... И книги дарю. А к ней пришел уже нету. Дополнительно Сергею Бубкову дал, он повез ей книги. Это будет очень интересно. Ну и вот на меня нападает. Скажите, кто когда делал такую эпопею? Найти 30 лет назад, кто помогал, их найти и теперь воздать им добром. И всем говорю, я несказанно разбогател. И он только ходит, этот директор. Я не пойму, это что такое? Да это как так? Я не возьму у вас, не могу. Я пять книг даю, он у меня по тысяче закажет, пять тысяч вытаскивает. И еще звонит. Я не могу опомниться. Это что ж такое? Я говорю, вы патриот. Вот у нас лодки, которые вы дарили, они все целые. Да что вы? А когда мы познакомились? Лет 27 назад. 27 лет помогал. Большие палатки, теперь зерно закрываем. Хромов Анатолий Петрович. Я говорю, страна должна знать своих героев. Это патриоты. Другой там был директор санкостроительного завода, помогал гвозди, тяпки, насос, который нам качает воду. А теперь он доктор каких-то наук. И он, институт экономики здесь есть, и право, кажется, так называется. И он там проректор или кто-то. Вот вчера мы были у него, не было, а через секретаря передан Горшков Вячеслав Григорьевич. Настолько удивление. Вот опять необыкновенно я делаю дело. А кто-нибудь это делает? Ну покажите. Ну кто-нибудь, где-нибудь делает это. И я говорю, это не взятка, ты не на должности. Дальше книги во взятку не входят. Все. Ах, представь, дарю Новый Завет, трехтомник, где 240 иллюстраций цветных. Для Слова Божия нет, Уз и Кисленого Православия. Пять книг. А это любит стихи, 26-й том ей послал вчера. И сегодня вот еще один директор макаронной фабрики был, Морозов Геннадий Михайлович. И не мог найти это. Помогла найти в Крайовой администрации. Сегодня утром должна быть где-то встреча. Ну скажи вот так, чтобы целый этап сделать и всех найти и отблагодарить. Кто меня там помогал, как-то помогал. Когда был на исследовании психиатрии в другом городе Новокузнец-Кемерово, я еду туда и нахожу людей, тех, и стараюсь воздать. И где я был? В тюрьму. В Хабаровском госпитале. Поехал туда. Туда книги подарить. То есть я не оставляю ни одного места, где мои шаги прошли, люди делали добро, чтобы я им не отдал. Мэр города, губернатора, я всех нашел. Всех. Почему? Бог. Мой Бог положил мне на сердце. Иначе есть люди, которые возят меня, созваниваются, выискивают телефоны. Ну немцы искали тех, которые... Немцы, говорю, евреи искали, кто немцы были против. Тефта, я их наношли, выкрали, привезли, повесили. А я ищу вас благодарить и рассказать им о Христе. Это новый этап. И он у меня созревал и созревал. И, наконец, их не могу нигде найти. И тогда я прямо бросил клич. Помогите найти. И внезапно все открылось. Этих людей нахожу. И благополучно, чтобы у всех было, не скажешь теперь. Потому что времена изменились. Кое-кто потеряли заводы. Хорошие заводы. Мы, говорит, 50%, он вчера директор говорит, делали для военной промышленности. Но не снаряды делали, а спасательные, там МЧС, там. Как из самолета горящего, там эти, ну, резиновые изделия, лодки спасательные на море спастись. Только этим занимались. Видите? А я даже и не знал, что они для военной промышленности работали. Видите, как надо жить интересно. Я не хорошее слово употребляю, азартно. Но мне это нравится. То есть, не сонный ты должен быть. Это у тебя кровь, говорится, бурлила. Я хочу найти их. И я их нашел. Я не еврейский какой-то кагал выискивать, повесить. А возвысить этих людей, перед всем миром показать. И чтобы кто-то сказал, не фотографируйте, бля, зачем снимаете. Народу явить надо, какие в России есть люди. Чтобы видели. Конечно, им это приятно. Вот так. За славу Божию. Ну что, все? Да, благодарю, Игнатий Тихонович, за содержательную беседу. За настрой на день. Так что на ползор будем ждать ролик. Да, не бойся, что если где-то тебя гонят, выгоняют. Я к тому говорю, там с этого, с миссионерского отдела выгонят. Это от Бога. Бог хочет, чтобы ты был свободный, ничем не связанным был. Чтобы враг тебя не сцеплял где-то. А то труся с якорой, зарплата твоя. Да перед Богом, какая зарплата? Да вот мне там платят. Ну и что, что платят? Андрей, живет уже сколько? И ты проживешь. Я нигде не получаю, живу. Смотри за столом-то. Мясное удали, вина, чтобы не было. У тебя уже меньше расходов будет. Ничего не выбрасывай. Самое негодное, говорит, кто мало, ничто ставит помало, и мало помало обеднеет. Будь экономным. У меня жена меня все время зовет, великий экономист. А то представь, не имея образования, и быть великим экономистом, а с чего стоит? Хотя бы в глазах одного человека. У меня самый маленький щепка во дворе, я все подберу и сожгу. Самое негодное где-то, травинки, все доставляя детей, пушинки собирать. И мы живем этим, благодаря тому, что движемся, пальчики у детей шевелятся. А что враги? Враги нам лучшие друзья. Они иногда видят те недостатки, которые друзья не видят. А вот эти на меня нападают, там разные скоротопские дудины. Да благословит их Господь. Благодать в устах их, как протопопа Вакуам о Пашкове говорил. Вот и все. То есть мне они в чашку не залезли, спал я спокойно. Я о них молюсь больше. Попутно с других там вспоминаю о них. Их жалко. И в конце прости им, Господи. Ну это все детская игра. Ничего это не значит. Вот так. Ну ладно. С Богом. Храни вас Господь. Все. Ну что, давай, друг. Так, давай. Продолжение следует...